Всем привет, это Едим ТВ, меня зовут Евграф, и вы смотрите шоу Rich'n'Bitch. В этой рубрике я готовлю один и тот же коктейль, несколько его версий, из разных ингредиентов. Из дешевых, из средних, из супер дорогих, и еще иногда из извращенных. А потом ничего не подозревающий человек пробует их и говорит, какой ему больше нравится, какой меньше. И сегодня я готовлю коктейль Cosmopolitan. А в качестве подопытного сегодня Наталья Неиванова, которую вы можете знать по предыдущим нашим выпускам. Сначала пару слов о коктейле Cosmopolitan. Он готовится из цитрусовой водки, клюквенного сока или морса, трипл сека или куантро и сока лайма. Вот эти четыре ингредиента. Безалкогольные ингредиенты я использую одни и те же сегодня, а алкогольные все будут разные. С самого начала я положил лед и налил воду в бокалы, чтобы их охладить. Но смешивать я буду для наглядности вот в таких вот бокалах Рокс, без льда, чтобы не обводнять коктейль лишний раз. Вообще коктейль готовится методом шейк. Так что убираем в сторону наши бокалы, пускай они себе охлаждаются. Коктейльные рюмки, также известны как мартинки. А я буду смешивать. Начнем с версии номер один. Это версия Бич. Для версии Бич я пошел в магазин, в моем случае в пятерочку, и купил там самую дешевую водку, которую я нашел. При этом она на спирте Альфа, как утверждается на бутылке. Русская валюта. Ничего не знаю про эту водку, хорошая она или плохая. Скорее всего не очень, пахнет водкой. Но 230 рублей всего она стоила. Водке нам нужно 40 миллилитров. Ровно столько мы добавим в наш Рокс. Поскольку нужна водка цитрон, то есть в принципе можно делать и с обычной водкой, никто не запрещает вам этого делать. Но по классике делается с водкой цитрон, то есть с водкой со вкусом лимона. И за вкус лимона у нас отвечает лимонная цедра, которую мы положим сюда же, и вместе с ней будем шейковать. Кроме водки в коктейль идет Трипл Сек. Мой собственный, который я делал, вы можете посмотреть по ссылке в углу. Он очень классный получился для той простоты, с которой он делался. И себестоимость полулитра примерно 350 рублей. Ну там в зависимости от водки, но я брал водку типа за 300 рублей, что-то такое. Он ароматный, апельсиновый. Единственное, вот так цвет у него не очень прозрачный. Конечно, это строго говоря нельзя называть Трипл Секом, но это горький апельсиновый крепкий сладкий ликер. Трипл Сека мы наливаем 15 миллилитров. С алкоголем в первой версии все. Дальше нам нужен сок лайма. Сок лайма нам нужен так же, как и Трипл Сека, 15 миллилитров. Есть разные рецепты коктейля Космополитен. Причем в зависимости от того, какой версии возникновения вы придерживаетесь. То ли Шерил Кук это придумала, то ли Тоби Чичини или Чикини. Короче, там есть противоречия. В общем, есть версия, где прям совсем чуть-чуть клюквенного морса или сока. А есть версия, где его прилично. Я люблю больше вторую версию, где прилично. Купил вот такой Сантал, просто по принципу, что как можно больше сока в составе. Здесь сок клюквы 26%. Вот все, что надо. То есть там есть сахар, там есть вода, там есть клюквенный сок. Не реклама, просто вот так вышло. Что я использую именно этот морс. 30 миллилитров. То есть 25 и еще чуть-чуть. И, собственно говоря, первая версия. Бич готова. Она ждет смешивания в шейке. Пока добавлять лед туда не буду. Там ей голубой цвет. Вот так вот. Чтобы не забыть. И переходим к смешиванию версии номер 2. Версия номер 2 обычно называется у нас народная. Но в данном случае вряд ли так можно сказать. Потому что используются, ну, не то чтобы самые прям распространенные ингредиенты. Или привычные. Что касается водки. Я хотел купить царскую цитрон. Потому что я знаю, ну, как бы классическая это абсолют цитрон. А царская цитрон тоже существует. Но, во-первых, она по цене обычно плюс-минус. Ну, может, она чуть дешевле, чем абсолют. Но в разных магазинах бывает даже и дороже. А во-вторых, я ее нихрена не смог найти. Все магазины обзвонил. Нашел в каком-то одном последнюю бутылку. Но ехать на него у меня не было времени. Поэтому я купил в магазине отдохни вот такую штуку за 300 рублей. Русского. Или русского, я не знаю. Это как бы то, что нам надо, в принципе. По описанию это водка. Правда, 35 градусов. Со вкусом лимона. Ну, пахнет, в принципе, там есть лимон в запахе. И так же, как и в случае с дешевой версией, нам нужно 40 миллилитров. Собственно, нам всегда нужно 40 миллилитров. Это у нас средняя версия. Ну, вообще по цене недорого. Если получится хорошо, то это будет удачное вложение денег. Ничего не слышал про это русского. Вообще не знаю. Потому что это их собственный бренд. В качестве трипл-сека идет уже знакомый многим из вас, наверное, трипл-сек из ленты. Это, по-моему, компания Нива делает российская. 505 рублей с чем-то стоит 0,5. В принципе, для своих денег это неплохой трипл-сек. Потому что, ну, мы проводили даже слепое тестирование. И можете посмотреть в углу с Василием. И он занял у нас... У него второе, у меня третье место. Второе был мой собственный трипл-сек. Вот, трипл-сека 15 миллилитров. Добавляем. Стаканчик. Дальше идет сок лайма. 15 миллилитров. И 30 миллилитров клюквенного морса. Ой, чуть разлил. Это версия номер два. Средняя. Покрасим ее вот таким цветом. И отставим ее в сторонку, чтобы приготовить третью версию. Рич. Дорогую. В дорогой версии ничего особенно интересного. Это абсолют цитрон. То есть водка, по-моему, ради которой и придумался этот коктейль. Типа для рекламы. Мы наливаем ее также 40, как и всегда. За дорогой алкоголь спасибо сайту Ильвайн. Мы, кстати, с Васей готовили две версии. С обычной водкой и с абсолют цитрон. Ссылка тоже там где-нибудь в углу. И надо сказать, что с цитроном мне понравилось меньше. Ну, тут дальше уже дело будет Наталье, которая попробует и скажет, что ей больше нравится, что меньше. И также банальный и неинтересный куантро. Ну, собственно, тоже этот напиток, с которым официальный рецепт, ну, как минимум на EBA, с куантро он. 15 миллилитров. Сок лайма. 15 миллилитров. Ну и, понятное дело, клюква в виде морса. 30. Делаем ей вот такой цвет. Отставляем в сторонку. И делаем четвертую заключительную версию. Просто ради прикола. Водка клюква очаковская. Я не нашел, естественно, никого космополитена. Но решил вот попробовать такую вещь добавить. У нас суммарно получается 100 миллилитров коктейля, если все сложить ингредиенты. Поэтому мы просто 100 миллилитров этой водки клюквы наливаем. Украшаем ее вот таким цветом. Кстати, этот цвет, в принципе, близкий. Можно немножечко помешать, чтобы выпустить газ, чтобы он не выдал нас стихий. Чтобы выпустить газ, чтобы он не выдал нас. Итак, все четыре космополитена смешаны. Их осталось только перелить в шейкер и пошейковать. Ну и попробовать. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу рассказать вам про приложение Cocktails Art. Я уже рассказывал про него весной. Можно посмотреть в одном из домашних видео. Но с тех пор разработчики не теряли времени зря. Во-первых, коктейлей теперь больше тысячи. Теперь точно будет чем заняться во вторую волну карантина, если она наступит. Она, наверное, наступит. Дальше. Есть тематические подборки. Не знаете, что выпить? Заходите в подборки и пробуйте все подряд. Попробовали? Не забудьте поставить рейтинг коллекции, чтобы другим пользователям было проще. Плохие подборки будут убирать, новые добавлять. Если тысячи коктейлей вам все равно мало, то можно добавлять свои. Например, в прошлом кофейном выпуске я рассказывал про коктейль Bumble Coffee и хочу его сохранить. Захожу в раздел «Мои коктейли» и создаю новый. Добавляем все ингредиенты, заполняем, как я буду его готовить. Небольшое описание и вуаля! И, наконец, главный вопрос, который вы задавали в комментариях под прошлым весенним видео. Когда же будет версия под Android? А вот она! Поэтому качаем приложение Cocktails Art по ссылкам в описании для Android и iPhone. А теперь пришло время шейковать. Я постараюсь сделать это как можно быстрее, чтобы все коктейли были готовы практически одновременно. Но, извините, я не робот и шейкер у меня только один, поэтому вряд ли эта задача выполнима на 100%. Версия номер один. Четыре куска льда. Переливаем коктейль. Закрываем шейкер. Подготавливаем бокал и шейкуем. Освобождаем финальный бокал от льда. Не забываем на него надеть красоту. И с помощью стрейнера и барного сита переливаем полученный коктейль в бокал. После этого выкидываем лед с цедрой, ополаскиваем сито, также ополаскиваем шейкер. Ну, можно этот коктейль еще украсить вот так чуть-чуть, просто чтобы было. И отставляем в стороночку. Теперь средняя версия. Штире куска льда. Переливаем. Шейкуем. Выкидываем воду из бокала. И воду, и леду. Сразу переносим меточку. И переливаем коктейль. Это, соответственно, средняя версия. Ее тоже украсим. И отставим в стороночку. Следующая версия. Желтая. Она же рич. Я думаю, вы запомнили. Четыре куска льда. Перелили. Закрыли. Шиканули. Выкинули воду со льдом. Отфильтровали. Ну, естественно, перед этим я еще помыл там все. Меточка. Это версия рич. Лаймик. И в стороночку. И осталась самая идиотская версия. Настолько идиотская, что я сразу солью лед. С водой. Шейковать ее. Ну, для порядка давайте пошейкуем версию из баночки. Шейкер. Лед. Напиток. Так называемый. Я вроде его помешал, так что газ там не должно быть. Я надеюсь, не пыхнет. Как я сказал, пыхнет, я имел ввиду бахнет. Да вроде не бахнуло. Сито. И переливаем. Ну, конечно же, ставим фиолетовую меточку и кусочек лайма. Я устал. Итак, все четыре коктейля готовы. Бичевская версия с моим триплсеком и водкой русская валюта. Себестоимость алкоголя 28,98. Средняя версия триплсек Нева из ленты и русского лимонной водки. Отдохни. 39 рублей 16 копеек. И рич версия из Эльвайна. Куантро и Абсолют Цитрон. Себестоимость алкоголя 90 рублей 84 копейки. Ну, а себестоимость водка и клюква 14,8 рубля. Осталось только их попробовать. Для этого я приглашаю Наталью Неванову, которая ничего не знает. Даже не знает, какой коктейль я сегодня готовил. Я думаю, что... Здравствуйте. Я думаю, что догадается, но пробуй в любой порядке. Как хочешь, чего хочешь. Может, ты подставочку какую-нибудь? Или мне вот так встать? Я, наверное, начну вот с этого. Хорошо, красный. Наташа пробует красный. Красный вот этот, это какой-то розовенький. Нет, я про... А, красная пипочка. Да, если бы я запоминал по оттенкам цвета, я бы, наверное, вообще запутался. Я и так уже не помню. Прикольненько. Мне нравится. Спирта я в нем не чувствую. И он сладкий. Достаточно сладкий. Ты поняла, что какие коктейли это у меня? Да, это Ксомополитен. Молодец. Желтенький. Так, дальше идет желтенький. Красненький был сладкий, спирта не чувствую, вкусненький. Ну, вот внешне вот эти три, они прям все одинаковые. Здесь чувствуется водяра. Прям не водка, а водяра прям. Хотя я просила накануне мне не наливать водку. Ну, сорян, Ксомополитен с водярой в любом случае. Мы не договаривались на Ксомополитен. До последнего это был сюрприз. Водяниста. Помимо того, водяра чувствуется в запахе, но не чувствуется во вкусе. Сам коктейль водянистый. Вот этот мне понравился гораздо больше. Не, ну, запах это вообще, он прям сносит с ног, это прям вот сшибает. Это по-любому бичевская версия. Так, хорошо, хорошо. Значит, желтый не понравился. Дальше синий. Здесь химозинка какая-то, мне кажется. Синий, химозинка. Водку я не чувствую здесь. Нет, почувствовала, кажется, водку. Вот здесь я чувствовала водку в запахе, здесь я чувствую водку во вкусе. Вот этот пока был самый аппетитный. Красный был самый аппетитный, хорошо. Не очень не вкусный, химозненький. Вот этот более натуральный. Так, и не химозный, хорошо. И остался фиолетовый. Ну, это, мне кажется, с подвохом чего-то. Такое прям ядреного цвета. Это точно можно пить. Можно. Чисто технически. Это чисто земляничное мыло, наверное, разговариваю. Нет? Земляничное мыло? Да. Вкус земляничного мыла. Интересно. Короче, мой фаворит вот этот. Это первое место. Красный первое место, хорошо. Этот второе место. Синий второе. Желтый третье место. Хотя пить я бы его не стала. Вот если пить, вот эти вот два. Красный или синий. Ну и этот, где земляничное мыло. Итак, что у нас где? Ну, фиолетовый, это водка клюква. Очаг. Все очень просто. Можно я посмотрю, пожалуйста. На клюкву мало похоже. Больше действительно, что-то земляники, правда, есть. Ну, понятно, что... А спирт, кстати, в нем вообще не чувствуется. Да, 9 градусов. Ну, правда, я его пушинковал, так что там еще меньше, чем 9 градусов. Желтый, который тебе понравился, по-моему, меньше всех. И самый водярный. Да. Это рич версия. С водкой Абсолют Цитрон. Офигеть. Собственно, которая и должна использоваться по правилам. И с Куантрон. Это вот у нас желтый. Он там, у него себестоимость около 100 рублей. Ну, там 90 с чем-то. Я не считал, правда, морс и сок лайма. Чистый алкоголь. Красный у нас. Это средняя версия, которая идет... Что там у нас? Там идет водка некая русского за 300 рублей. Это российская с лимончиком. Дешевая. Я хотел царскую добавить. Мне, кстати, да, цитрус шибанул в нос, когда я попробовала понюхать. И я поэтому лаймик убрала. В первую очередь. Я подумала, что да, что это он перебивает все. Ну, тебе больше все понравилось красный. Да. Да. И российский трипл сек идет у нас в народную версию, который типа 500 там с чем-то рублей стоит. Но он неплохой был по вкусу, он был неплохой, но у него есть какая-то химия во вкусе. И синяя это бичевская версия, дешевая, в которой, во-первых, водка русская валюта за 230 рублей, плюс цедра лимона, потому что это обычная водка, никакая не цитрусовая. И мой родимый, мною сделанный трипл сек. Получается, у нас это самое дешевое. Еще раз, я сейчас со знанием. Я потому что сам уже забыл, пока мы пробовали, что где. Ну, синий мне вообще не нравится. Не знаю, что тебе понравилось. Вот этот слаще, мне кажется. Может быть, поэтому еще у меня немножко сердце к нему лежит. Красный слаще, может быть. Слушай, а давай сравним Куантро и твой трипл сек по крепости. Потому что может быть... Куантро покрепче, это правда. Да, скорее всего, поэтому я здесь... С одной стороны, да, с другой стороны, 15 миллилитров всего его идет. Ну, мне там много не надо. Нет, я имею в виду, что там в лодке типа 40, а Куантро или трипл сек по 15. То есть там водка, если бы отличалась... Вот, например, водка, которая... Вот эта лимонная, где она там, она 35 градусов. Вот это более существенный вклад в уменьшение градусов. Абсолютно 40 градусов. Абсолютно 40 градусов, да. Абсолютно цитрона. Абсолютно цитрон мне никогда не нравился, честно говоря. Ну, даже по запаху. Он пахнет водярой обычно. Ну, да, да. Он не пахнет цитрусом, он пахнет именно водярой. Это как бы водка, то есть это не ликер там с какой-то лимонной, который должен быть приятным. Ой, у меня есть воспоминания из детства. Когда я была очень маленькая, мои родители откуда-то привезли черносмородиновую водку. И я маленькая втихаря открывала бутылку и нюхала ее. Наверное, я уже тогда стала немножко алкоголиком. Она прям ядренно пахла черной смородиной. Бывает такое, да, есть там всякие в Финляндии. Тут же Абсолют, кстати, и Царская, и там еще какие-то. Не знаю, где они в 90-е достали такую водку, но... Так что теперь ты знаешь немного больше, Наташа, о том, как складывается себестоимость. Я не знаю, обычно какой-то вывод надо сделать в конце. Какой мы сделаем вывод? Ну, вот так. Что, как у нас, не обязательно платить больше? Ну, да, например. Ну, то есть это не всегда зависит. Конечно, тут надо, может быть, какие-то делать комбинации из разных напитков. Что-то лучше, что-то нет. Спасибо, Наташа. До новых встреч. Да. Всем пока. Да, можешь уходить. Если хочешь, можешь взять с собой какой-нибудь коктейльчик, который тебе понравился больше. Вот такой вот выпуск Ричен Бич. Спасибо большое сайту Эльвайн за алкоголь, который они прислали. Если вы хотите получить скидку 35%, то промокод Едим ТВ даст вам такую возможность по ссылке в описании. Естественно, скидка не распространяется на спецсцены и на скидочные позиции. Спасибо Дайнер Лофту, в котором мы снимали сегодня. Если хотите какую-нибудь вечеринку устроить там или что-то еще бронируете, ссылка тоже в описании. Ну и конечно ставьте дизлайки, если вам не понравилось. И если понравилось, то тоже что-нибудь ставьте. Пишите комментарии, что еще приготовить в этой рубрике. Другие видео из рубрики Ричен Бич доступны в плейлисте. Не пейте слишком много, особенно если вам нет 18 лет, тогда вообще не пейте. Ай-яй-яй. И до новых встреч, друзья. Ну вот это прям, короче, это получается... Это бичевская. Бичевская. Ну бичевская версия, я сейчас попробовал, она ядреновато. Ну я говорю, я вот тут вот чувствовала водяру в запахе, а тут водяру во вкусе прям. Да, ну потому что там и есть водяра. А вот честно говоря, красная и желтая, то есть это получается средняя и дешевая... А, и дорогая. И богатая, да. И средняя версия, да. На мой взгляд, они очень похожи. То есть по вкусу прям очень близки. Ну, в итоге стало быть все-таки то золото, что блестит, да? То есть как бы богатая лучше, чем дешевая. Пока еще никто дешевая самая не выбирал. Пока еще не было. Хотя Виталику очень понравилось что-то из банки, я помню. Не помню, что. А, он как спрайтга, да, говорил. Ну вот примерно так же было, только это какая-то там клюква или что-то. Кстати говоря, еще вам маленький лайфхак. Чем использовать какой-нибудь сомнительный морс, типа добрый. Вы можете взять, просто купить замороженную клюкву. Хотя это, конечно, экономически, ну, довольно дорого. Но все равно, качественный будет морс. Просто добавить туда сахара и водички. Ну, там, подавить все это дело. Получится у вас собственный морс. Вы можете его сами уже настроить, как вам надо. Потому что морсы, большинство морсов, которые продаются, они что-то от клюквы там мало чего остается. Я вот нашел. Ну, вроде ничего, кстати, это сантал. Все вроде больше клюквы. Ну, будем надеяться, что это как-то помогло нам в нашем нелегком деле.